Дорогие мои, в чем причина хронических заболеваний? Как избавить свой организм от нарушенной работы внутренних органов? Человек может болеть гастритом десятки лет, близорукостью, всю жизнь. Как отучить свой организм? Как сделать, чтобы ваши внутренние органы работали хорошо? Вот цель этого фильма и прекрасный результат, который вы получите за первые 2-3 дня, а полностью привыкание происходит от 20 до 40 дней. Здесь очень важно понять такое слово, как рефлекс. Более 10 лет опыт работы с постоянной концентрацией на устранении хронических заболеваний показал, что все, что изучал великий русский академик Иван Павлов, это все истина. Наш организм может привыкать ко всему. И к хорошему, и к сожалению, к нехорошему тоже. Любой воспалительный процесс, длящийся долгое, спазм, перенапряжение, неправильная работа, повышенные давления, сахарный диабет, нарушение работы щитовидки, близорукость, многие процессы, дорогие мои, организм перестает бороться. Даже насморк может стать хроническим заболеванием. В нем нет ничего сложного. Но если он длится от 20 до 40 дней, организм привыкает, перестает бороться. И человек может болеть годами, десятилетиями. Уникальность этой методики как раз в том, чтобы избавить ваше тело от этого. Что такое рефлекс? Поднимите сейчас руку вверх и крепко сожмите в кулак. А сейчас в два раза сильнее. В три раза сильнее. Представьте, что здесь у вас камень, и вы выжимаете из него воду. Максимально сожмите. А теперь добавьте напряжение еще в два раза. В 10 раз. А теперь расслабьте. И вы увидите, пальчики до конца не расслабились. Даже небольшое напряжение, длящийся около 15 секунд, вызывает первоначальный рефлекс. Уже нужного расслабления нет. А теперь поднимите другую руку вверх. Чуть-чуть сожмите и держите так полгода. Организм привыкнет, потом не сможете расслабить. То же самое происходит с сосудами. Самопроизвольное напряжение, спазм. У человека может повышаться давление беспричинно. Нарушение обработки поджелудочной железы. Спазм кишечника, перенапряжение мышц глаз. Воспалительные процессы и многие-многие-многие другие недруги. Дорогие мои, нет незречимых заболеваний. Важно понять, почему организм перестал с ними бороться. Сделайте эти упражнения. Упражнения очень простые. Очень простые и очень понятные. Мы с вами одновременно объединим в этом эмоционально-физическом аутотренинге и работу нашего тела, и работу наших мыслей, и работу наших эмоций. Когда вместе вы получите результат. И ваше настроение тоже должно нормализоваться. Спокойная уверенность. И ваши мысли. Я здоров. Я чувствую себя хорошо. Не удивляться этому. С каждым днем все лучше и лучше. Лучше показатели работы поджелудочной железы. Ваши лучшие показатели крови. Лучше ваш иммунитет. Лучше ваше зрение. Лучше ваш слух и многое другое. И ваше тело, дорогие мои. С каждым днем привыкать к хорошему. Отучить от плохого. Приучить. Привыкнуть, ключевое слово, дорогие мои. К хорошему, прекрасному самочувствию. Сделайте это. Сделайте это. Убедитесь в результате. Подарите себе здоровье. Спасибо. 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 Самое важно понять, что онкологические заболевания это заболевания. Это заболевания аутоиммунные. Они есть во мне. Они есть во всех людях вокруг. Они есть пожилых людей. Когда триллионы, миллиарды и миллиардов клеток в нашем организме постоянно обновляются, старые отмирают, новые рождаются. То, что называется регенерация, к сожалению, бывают сбои. К сожалению, бывает, что некоторые клетки рождаются не совсем с теми функциями, которые они должны выполнять. Но внутри нас есть специальные вещества, как бы внутренние полицейские, которые борются с ними и побеждают. И это в каждом человеке. Но если по какой-то причине происходит сбой иммунитета, то эти внутренние полицейские, это внутренние службы безопасности не справляются с такими клетками, и они могут развиваться в виде опухоли, и они могут размножаться. Значит, наша с вами задача подстегнуть, заставить наш организм путем специальных упражнений, чтобы наш иммунитет многократно, тысячекратно усиливался. Чтобы внутри нас организм очищался и заживал гораздо быстрее и избавлялся от таких клеток, которые могут возникать везде. И возникают везде. Чтобы наши внутренние защитные силы были в десятки раз сильнее этого. Это естественный и простой процесс. И мы будем делать эту работу по двум направлениям. Сначала мы делаем упражнение прощения. Упражнение прощения нужно для того, чтобы избавить свой организм от стрессов, чтобы избавить свой организм от последствий каких-то переживаний, обид, эмоциональных перегрузок и так далее. И вторая работа, которую мы с вами делаем, это работа по устранению рефлексов. По устранению автоматических процессов. Если у человека когда-то был стресс и его иммунитет уменьшился, и в организме начали бесконтрольно развиваться ненужные нам клетки, медленно, потихонечку, день ото дня, значит нам нужно остановить этот процесс, развернуть его и направить в другую сторону. Чтобы с каждым днем ваш иммунитет только возрастал. Чтобы с каждым днем способность к очищению, заживлению и борьба с этими клетками только возрастала. Чтобы с каждым днем вы чувствовали себя только лучше, лучше и лучше. А утоиммунные заболевания развиваются не за один день и даже не за одну неделю и даже не за один месяц. И надо остановить эти процессы. Из-за стрессов, переживаний, волнений, раздражений, обид, ощущения горя, несправедливости или еще чего-то, вы невольно могли дать себе мысленный приказ, вы невольно могли дать себе нежелание жить, вы могли себе невольно дать искреннюю, сильную отрицательную эмоцию, сожаление, несправедливости, обиды и так далее, и так далее, и так далее. Как говорили наши предки, все болезни от нервов. Если вы запустили аутоиммунный процесс в одну сторону, в сторону ослабления иммунитета, в сторону разрушения, значит сейчас мы должны остановить его и запустить в другую сторону. Сделать это искренне, сделать это мощно, сделать это эмоционально, сделать его создать такое желание жить. Создать такое желание к обновлению, к очищению, к заживлению, чтобы вы прочувствовали в каждой своей клетке, что с каждым днем вы чувствуете себя лучше. И делать это упражнение один раз в день. Как мы будем его делать? Упражнение прощения вы делаете отдельно, а упражнение запуск механизма выздоровления вы делаете сейчас и делаете также его каждый день, так же, как и упражнение прощения. Упражнение прощения устраняет причины заболеваний, а это упражнение, которое мы сейчас с вами будем делать, оно устраняет механизм, саму симптоматику, процессы увядания и меняет их, и нам процессы очищения, заживления и восстановления. Мы будем это делать с помощью разных поз тела. Три позы. Подавленного человека, спокойного человека и здорового человека, жизнерадостного человека. Потому что в разных позах меняется эмоциональное состояние. И с помощью эмоционального состояния мы сильнее всего можем воздействовать на свою эндокрину, на свою нервную систему, на свой иммунитет. Сделать это сейчас нужно будет от всей души, с огромным желанием. И вы прямо сейчас прочувствуете результат. И будете делать это каждый день. Сядьте, пожалуйста. Опустите плечи вниз, опустите голову вниз. Это поза уставшего человека. Это поза подавленного человека. К сожалению, такие эмоции бывают в жизни. Побудьте в этой позе 30 секунд. И скажите вслух или мысльно. Да. В прошлом мне не всегда было хорошо. Да, в прошлом я не всегда себя хорошо чувствовал. Это было в прошлом. Скажите, я освобождаю свое тело от этого. Я освобождаюсь от этой привычки. Я разрешаю себе хорошее самочувствие. С каждым днем я чувствую себя все лучше и лучше. Мой иммунитет высок. Я здорово. Мое тело очищается и заживает. У меня мощный, сильный иммунитет. И я привыкаю к этому. Самая главная фраза. Я привыкаю к этому. Мое тело привыкает к этому. Я полна сил и энергии. Я полон сил и энергии. Скажите такие слова. У меня мощнейший иммунитет. Скажите такие слова. Все клетки в моем организме здоровые, чистые. Скажите такие слова. Все клетки в моем организме молодые и здоровые. Скажите такие слова. И я привыкаю к этому. Мое тело привыкает к этому. Я благодарю и люблю себя. Скажите такие слова. Я радуюсь каждый день. У меня положительные эмоции. У меня высокий иммунитет. Я привыкаю к этому. Мое тело привыкает к этому. А сейчас, пожалуйста, сядьте прямо. Расправьте плечи. И побудьте в этой позе. В позе спокойного и уверенного человека. И замечайте, как ваше тело тоже становится спокойным и уверенным. Ваше настроение становится спокойным и уверенным. Побудьте в этой позе 30 секунд. И когда у вас спокойные эмоции, так же скажите. Да. Раньше я не всегда себя хорошо чувствовал. Это было в прошлом. Я разрешаю себе хорошее самочувствие. Я разрешаю себе молодость и здоровье. Я молода и здорова. Я молод и здоров. И главная фраза. Я привыкаю к этому. Мое тело привыкает к этому. С каждым днем я чувствую себя все лучше и лучше. Я привыкаю к этому. Мое тело привыкает к этому. Скажите такие слова. Очень хорошо. Скажите, я бодра. Я бодр. Я полон сил и энергии. У меня высокий иммунитет. Мой организм очищается. Я здорово. С каждой минуты я чувствую себя все лучше и лучше. Скажите такие слова. И я привыкаю к этому. Мое тело привыкает к этому. Очень хорошо. Я благодарю себя за это. А сейчас, дорогие мои, давайте встанем. Примем другую позу. Расправим плечи. Раскроем ладошки и побудем в этой позе. В позе здорового, уверенного, жизнерадостного человека. Человека с мощным иммунитетом. Прекрасными эмоциями. И будем привыкать. Выше поднимите голову. Ярче сделайте улыбку. Сначала искусственно. Потом это будет легко и просто. И побудьте в этой позе 30 секунд, чтобы организм привыкал. И в этой позе скажите. Да. Раньше я не всегда себя хорошо чувствовал. Это было в прошлом. А сейчас мой организм освобождается от этого. Отвыкает от этого. Скажите. Я разрешаю себе здоровье. Я разрешаю себе положительные эмоции. Мой иммунитет силен. Мой иммунитет высок. С каждым днем я чувствую себя все лучше и лучше. Скажите такие слова. И я привыкаю к этому. Мое тело привыкает к этому. Мой организм очищается. Скажите такие слова. Все клетки моего тела здоровы. Я чувствую огромную силу и энергию. Я радуюсь. Я привыкаю к этому. Мое тело привыкает к этому. Скажите. Я люблю и благодарю свое тело. Я наполнена силой и светом. Я привыкаю к этому. Мое тело привыкает к этому. Молодцы. Я полна сил и энергии. С каждым днем я чувствую себя все лучше и лучше. Я люблю себя. Я благодарю себя. Мой организм заживает. У меня сильный иммунитет. И я привыкаю к этому. Мое тело привыкает к этому. Я благодарю себя. Я люблю себя. Скажите такие слова. Для меня это просто и привычно. Очень хорошо. Стоим и привыкаем. Запоминаю внутреннюю реакцию. Запоминаю, как реагирует внутри организм. Скажите. Я радуюсь каждый день. Я радуюсь. Я счастлива. Я уверена. Скажите такие слова. И я привыкаю к этому. Мое тело привыкает к этому. Днем я бодрая и энергична. Ночью я легко и хорошо сплю. Мой иммунитет высок. Все клетки моего организма обновляются. Каждая клеточка моего тела здорова, чиста, светла. И я привыкаю к этому. Мое тело привыкает к этому. Я молодец. Запоминая эти ощущения. Еще раз скажите. Я люблю и благодарю себя. Браво. Мой иммунитет высок. Мое тело наполнено силой и светом. И я привыкаю к этому. Мое тело привыкает к этому. Скажите такие слова. Я каждый день такая. Я каждый день такой. Я каждую минуту такая. Я каждую минуту такой. А теперь создайте спокойствие. Все процессы внутри вашего организма продолжаются. Очищение. Заживление. 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 Обновление. Здоровье. Вы запустили в себе мощное желание жить. Вы дали себе мощный внутренний приказ. И организм начал так работать. Спокойствие и отдых. Создаем спокойствие и отдых. И поблагодарите себя, пожалуйста. Скажите, я молодец. Это упражнение вместе с упражнением прощения делайте один раз в день. Запуск механизма выздоровления. Выработка новых привычек. Выработка новых рефлексов. Автоматического рефлекторного обновления внутри себя. Очищение. Заживление. Восстановление. Спасибо.